Итак, дорогие друзья, продолжаем мануальные приемы работы с верхним грудным и шейным отделом позвоночника. Для этого делаем вот такие еще приемы. Пока человек у нас расположен лицом вниз, лежа на животе, на жесткой поверхности, попросим его поставить переться в стол локтями под лопатками, чтобы они были перпендикулярно, чтобы плеч были перпендикулярно столу. Тут тоже лежат. Перпендикулярно вот так, вот везде прямой углу, чтобы сильно не задержались друг от друга. В общем, везде соблюдаем прямой углу. Руки просто лежат, загибаем голову вниз. Он просто болтается легонечко. Во-первых, этот прием хорош для того, чтобы прощупать дополнительно, еще больше растянуть ему шею, да, и понять, где что-то не так, нестабильно, позвонок ратирован. Проделать массаж, опять же, в этой позе достаточно удобно, потому что максимально раскрыты все мышцы у нас. Потом переходим к мануальной терапии. Прием такой. Вот то, что мы лежа на столе растягивали и скручивание такое делали, да. Как вы помните, в области гордозы у нас максимально это скручивание в основном. Здесь мы, смотрите, одновременно хватаем за плечо крепко, как будто бы ремень автомобиля, знаете, такой плотно одели на него. Сначала с этой стороны, потом с этой стороны будем одевать. Вот держим и чуть даже так немножко назад оттягиваем. Шею поворачиваем тогда в другую сторону, потому что нам надо растянуть вот эти мышцы. Проверяем его момент вращения. Есть, да, вот эту точку находим, самую последнюю. И тогда туда вот так раз поворот делаем. И, соответственно, если в обратную сторону растягиваем эти мышцы, то держим за это плечо и по диагонали спину. Поворачиваем максимально. Сначала, помните, максимально довернули, потом немножко покачали, нашли вот этот крайний момент вращения его, да. Тут тогда крепко держим и одновременно раз. Вот такая тракция. Сразу можно услышать хруст и здесь, и здесь. Следующий прием какой в этой позе может достаточно удобно сделать. Это растянуть ему грудной отдел вот сюда, вот в сторону вниз. Держим за голову, прям за череп, да. Соблюдаем прямой угол, чтобы он уже разъехался, вот чуть локти разъехались в ширину, вот. И, удобно установив руку, вот так вот. То есть, асистые отростки должны, мы на них не давим. Мы их вложим в ложбинку между мякотью запястья, да. Да, вот этими практически косточками в ту сторону. Раз, два, три, четыре. Ну, до сколько хватает. Поясницу, опять же, не давим. Вот, прошли, растянули, человек расслаблен, ложится. Также в этой позе можно продавить, если руки вперед вытягиваем, голову вниз опускай. То есть, точно такая же поза, только мы немножко сложаем тем, что у него локти находятся выше головы. Видите, вот висит, головы висит, свободно болтается. И если гибкость позволяет человеку, да, не больно так? Нет. Вот, то находим вот эти места проблемные и их продавливаем. Если не хватает у вас расстояния, чтобы пройдить руку, да, человеку, можно подставить небольшой стульчик либо табуреточку. Давай пробуем это сделать. Для этого спустить вниз сюда, к ногам, туда-туда, сантиметров на тридцать. Не, лежит, ну, может. Вот, провисает. И так же продавить. Ну, чтобы локти сильно не упирались, да, желательно брать табуретку. Все, опускаем, встаем. Желательно брать табуретку просто не такую жесткую, заготовленной, а с мягкими краями, с мягкими углами, либо с подушечкой сверху. Вот, на этом мы закончим работу с грудным отделом, лежа на столе, животом вниз, да, спина наверх. И в следующем видеоролике перейдем к тазобедренной части и поясничной части. До новых встреч!